Из этой глобальной проблемы, когда негде хранить отходы, вырастает еще одна, не менее масштабная, незаконность работы существующих свалок. К примеру, в Северном Казахстане действует 300 полигонов для ТБО, но легально работают лишь 16 из них. А что значит нелегально? Объяснять, думаю, не стоит. Их никто не контролирует, за них мало кто отвечает. При этом эти стихийные мусорные полигоны площадью до 10 гектаров, как правило, являются эпицентром грязи и зловония. А еще угрожают экологии края. Наш корреспондент Наталья Волкова побывала в рейде с полицейскими по таким вот стихийным свалкам. Мусор откуда появляется? Не знаю, эти люди выбрасываются. А вы не выбрасываете? Нет. И так отвечают многие, кто живет по эту сторону оврага на окраине Петропавловска. Но почему-то мусора становится все больше, а неприятный запах усиливается. Для детворы организованная руками местных жителей стихийная свалка стала местом проведения досуга. Но некоторые горожане признают, что целенаправленно забивают овраг отходами. Откуда мусор-то в овраге? Ну, все валим туда. А чего так? А потому что она заваливается и уже к дому близко встает. Чем-то надо заваливать. Ходим вот сюда на пятак. Я сам лично хожу. И прошу ребят привезти, например, бой кирпича, фундамент. Ну, все такое. Прошу, чтобы вот сюда вываливали. Вот это место было до тех пустов, когда я переехал. Вот метров 6-8. Это уже за 10 лет обвалилось. И это только одна такая мусорная история. За пределами городской черты проблема с отходами гораздо масштабнее. А эта свалка, расположенная неподалеку от села Байтирек, недавно была признана незаконной. Долгие годы жители ближайших сел пользовались этим полигоном, который разросся до 10 гектаров. А осенью в пик птичьего гриппа здесь закапывали мертвые тушки домашней птицы. Однако, еще не все жители в курсе, что свалка признана незаконной и продолжают вывозить сюда отходы. У нас ни знака при заезде нет, что здесь запрещено обвалить мусор. И сколько лет ездим, и без проблем. Вас не оповещали? Ну, первый раз, слышишь. Будем искать, где будут санкционированные свалки и выгружать только туда мусор. Теперь ближайший официальный полигон для жителей Козылжарского района в 30 километрах. Удивительно, что в действительности незаконно организованная свалка фактически считалась действующим полигоном для отходов. Но сейчас его судьба предрешена. Местные исполнительные органы предоставили земельный участок для размещения полигона твердобугодовых отходов. Однако разрешительных документов в виде разрешения на эмиссию для размещения отходов, а также заключения госэкологической экспертизы не было. В этой связи с департаментом проведена проверка. По результатам подан иск о закрытии данного участка. Более того, согласно решению суда, на кемат наложенная обязанность ликвидировать данную свалку. В обязанность местных органов помимо ликвидации целого мусорного городка входит оповещение жителей и установка знаков, запрещающих сброс отходов. Чего сельчане пока не наблюдают. В целом по области зафиксировано больше 300 свалок и только 16 из них имеют разрешительные документы. Включая два полигона близ Петропавловска. Остальные работают нелегально и об этом, похоже, мало кто знает. В том числе и сами чиновники.